Усадьба для души Усадьба для души получит сейчас Отдохновение Поскольку очень много будем теперь говорить Дача на пороге, весна на пороге Надо готовиться Речь Сегодня у нас пойдет О декоративных цветниках И понятное дело Что нужно ориентироваться В ассортименте Что можно посадить такого Чтобы было красиво, интересно И я вам предлагаю сегодня познакомиться Коротенько Буквально с таким садовым растением Как молочай Многие молоча представляют себе В виде сорняков Которые Если их надломить Источает Сначала белый сок Который потом окисляется Превращается, например, в зеленоватый И так далее То есть нам этот молочай знаком Кому даже на ум, казалось бы, не приходит Посадить его в саду В общем-то, декорастущий молочай Можете не сажать Хотя если проявить фантазию И правильно посадить его Например, рядом с кобылями Или шалфеем Это декорастущие растения Сделает честь вашему цветнику То есть тут надо понимать Как его можно закомпозировать Вообще могу сказать, дорогие мои друзья Что семейство молочаево расселилось По всему белому свету Многие из этих растений Вы выращиваете дома В своих маленьких микросадах И в зависимости от места Где располагается молочай Он и приобретает Те или иные видовые формы А поскольку он может жить в Африке Практически в пустыне Отсюда у него такой экзотический вид Когда мы видим молочай Как молочай тучный Который больше похож на кактус Чем на растение И поэтому его зачастую путают Называя кактусом На самом деле, дорогие мои друзья Это разновидность молочая В молочай может быть блестящий милле Который мы выращиваем С очень оригинальными прицветниками Вокруг желтеньких цветов То есть у нас этого счастья На подоконниках предостаточно И могу вам сказать, что Если вообще уже мы заговорили О формах молочая О том, как они выглядят Тут, конечно Катусовую форму внешнюю Мы уже отметили Могу сказать, что Некоторые из них Это настоящие деревья Вот В Южной Америке Такой молочай произрастает Молочай прекраснейший Который, собственно говоря Достигает в природе Четырех метров в высоту Поэтому это семейство Настолько многолико Настолько не похоже На то, что Мы представляем Силе в виде бурьяна Что оно заслуживает Отдельного внимания Поэтому я хочу, чтобы вы Как бы имели впечатление Об этом растении И, быть может, при покупке Весенней Вот Растение в свой сад Специально поискали Еще его Могу вам сказать, что Вы можете его добыть В виде уже взрослого растения Когда там кто-то будет Его делить у себя в огороде Излишествами торговать Либо просто купить семена И посеять Таким образом Вы получите целую коллекцию Прекраснейших молочаев Для своих прекраснейших цветников Что нужно знать о молочае Теперь при покупке этого растения Для того, чтобы не попасть в просак Пока не обращайте внимания На красоту его листьев И цветочка Мы еще об этом поговорим Вопрос только в том Что надо сконцентрироваться Прежде всего на том Что семейство молочаев Может быть однолетней Двулетней Или многолетней Поэтому Многие очень декоративные сорта Например Молочай Чиновидный Вот А также пестролистные сорта То есть И разновидности Это молочай Каймленный Чаще всего мы его можем видеть Почему я сейчас о них говорю Эти растения С коротким образом жизни Молочай Каймленный Он фактически Однолетник То есть От семечка Вырос И К зиме Так сказать Первые морозы Его убивают И цикл Надо начинать Каждый раз И каждый год Это так сказать Однолетний Чем отличается Чиновидный Двулетний Получается что Посеяв семечко В этом году Вы получаете Только Декоративную зелень Эта зелень Зимует В саду Весной Она просыпается Дает цветение И жизнь Его закончилась Так что Его раз в два года Надо будет Подсевать Но есть И замечательные Многолетние сорта Которые Посаженные Среди Ваших Других Растений Спутников Будет вас Долго радовать И Вы от этих Растений Будете Просто действительно Кайфовать Почему я так говорю Потому что Селекционеры Настолько сейчас Озаботились Этим растением Что у него появляются Просто невероятные Экзотические формы Здесь можно Встречать Краснолистные Пестролистные Растения Например С зеленой Пластинкой Листа По которым Идут розовые Или Малиновые Прожилки То есть Даже Сама листва Необыкновенно Хороша А цветы Цветы На любителя Конечно Дорогие мои Друзья Но когда Это фундаментальное Растение Поскольку Среди Малоча Есть как Карлики Которые Надо сажать Вдоль дорожки Для того Чтобы сделать Такой Бордюрчик Или например На Олимпийской Горке Какие нибудь Ползучие Такие участки Маленького Газончика Вот там Эти сорта Малоча Необыкновенно Подходят А есть И гиганты До полутора метра Высотой Которые Украсят Даже самый Так сказать Могучий Цветник Поэтому Вот в этом И попытаемся Разобраться Продолжение следует Понятное дело Дорогие мои друзья Что я вам говорила Сортовое Разнообразие Малоча Огромное количество Если вы Покупаете Семенами Сразу На коробочке Вы будете Видеть Что Практически Вы покупаете И описание Этого сорта Обращайте Внимание Прежде всего На его высоту Особенно Если Садитесь Семечком Потому что У вас Может вырасти Как карлик Который Потеряется Среди Общей массы Растений Так и Гигант Который Выпрет Вперед И поглотит Так сказать Зрительно Всех Своих Соседей Поэтому Тут Надо Ориентироваться Но вообще Если мы Уже Заговорили О красотах Малоча То надо Понимать Что За его Цветение Тоже Борется Цветение Своеобразное И Казалось бы Где у него там цветочки Обычно За цветочки Ложно Воспринимают Так сказать Предцветник Который окружает Сам цветочек На самом деле Он там достаточно Незрачный Он может Обычно Умолочают цветы Солнечно-желтого цвета Но могут быть И красноватые И даже черными Вот Могут быть Обильно Опушены Например Теми же самыми Тычинками От этого Серединка Кажется Такой вот Пышный И пушистый Но в любом Случае Предцветные Предцветники Которые Окружают Этот цветок Нами Воспринимаются Как Сам цветочек Почему? Потому что Они обычно Достаточно Яркого цвета Все это Красота Например В желтом Или красном Обрамлении Вот Или таком Сочно-зеленом Адресовано Не нам Естественно А насекомым Которые Это растение Всячески Присоглашают К тому Чтобы они Присели И опылили Цветок Для этого Там еще Есть масса Ухищрений Выделение Сладкой Росы Такой Из цветка Для того Чтобы пока Насекомое Лакомиться Оно выполнило Эту Веселую Работу Предцветники Ярко Сигнализируют О том Что здесь Готовый Стол и дом Милости Просим Для того Чтобы завязались Семена Растение Не нас радует Оно печется О том Чтобы оставить Потомство По себе Поэтому В данном случае Мы наслаждаемся Тем Что создала Природа В практических Целях А для нас В эстетических Поэтому Дорогие мои друзья Когда заглядываете Внутрь Красивых Предцветников И видите Такой маленький Незрачный Внутри серединку Это не тычинки Не пестики Дорогие мои друзья Это и есть Настоящий цветочек Молочаев Единственная радость В том Что если мы говорим О садовых Молочаев Все эти Предцветники А также цветочки Собраны в шапке Так вот В зависимости от сорта Шапка может достигать 30 сантиметров Это такой фундаментальный Можно сказать Помпон Который Мимо которого Не пройдешь И конечно Будешь восхищаться Но я вам могу сказать Что Не все Могут Поразить вас Такими шапками Поскольку Это удел гигантов То есть сортов Которые достаточно Высокие Но даже Миленькие цветочки На самых Карликовых Сортах Тоже имеют Место быть Поэтому дорогие Мои друзья Покупая растительность В питомниках На руках У людей Или высевая Семенами Прежде всего Ориентируйтесь Какой будет высота Потому что Увязывание растений В цветниках Это пожалуй Самая Важная И самая Ну Самая Серьезная Часть Садового Искусства Для того Чтобы правильно Расположить растения По отношению Друг к другу Потому что Если не знаешь Броду И сажаешь Все подряд То получается Что там будет Мишанина Крупные Мелкие Средние А надо Чтобы Цветники Создавались Каскадно То есть На переднем плане Самые низкие Потом выше 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 И задний фон Создает Самые высокие Растения Тогда Возникает Явление Перспектива Которая Очень приветствуется В саду И у вас Возникает Картина Какой-то углубленности И удаленности Кажется Что Даже Самый маленький Участок Приобретает Какие-то Такие Невесомые Границы Кажется Что там Вас еще Что-то Такое Ждет И такое Как бы Все размыто И ощущение Природности Поэтому Дорогие Мои друзья Высота Растения Написана На пакете Это практически 30% Успешных Ваших Цветников И никогда Пожалуйста Об этом Не забывайте За что Я люблю Молоча Это за то Что это Растение Абсолютно Универсальное Оно красивое И в цветении И без такового Обычно Если растение Цветет То у него Вот эта Шапка Его соцветие Как правило Темнее Чем Основная Листва Поэтому Как бы ни было Даже если И шапка И сами листья Находятся В гамме Зеленый Тем не менее Это отличие Создает Контраст И так или иначе Цветущая Шапка Выгодно Выделяет Это растение В цветнике Цветут Молоча В зависимости От сорта Вот Весной Летом И осенью Поэтому Если правильно Создать Коллекцию Молоча У вас Весь сезон Обязательно Какое-то Растение Будет цвести Соответственно Вот это Тоже Дорогого Стоит Потому что Дорогие мои Друзья Многолетники Как правило Они чем Отличаются Они Их цветение Приходится В весенний Период После того Как они Бурно Отцвели Бурно Но достаточно Коротко Многие Они Моментально Цветы Превращают Семена И целый Оставшийся Сезон Могут Нас радовать Только Декоративной Листой Вот почему В своем саду Я стараюсь Подбирать Растения С достаточно Красивой Фактурой Потому что Цветочки Быстро ушли Но сад Кто-то Должен Украшать Поэтому Пестролистные Растения Занимают Очень Значимую Так сказать Значимый Процент Среди Растений В моем Саду Они потом Выполняют Не цветок Хоть порадуем Листиками И вот это Монотонное Течение Насаждений Оно Размыто Вот такими Цветовыми Пятнами Которые Пестролистные Здесь выполняют Роль Отсутствующего Цветения Вот А для того Чтобы цветы Цветы Цвели Нам тогда Надо Надеяться На Однолетники У однолетников Другая Система Дорогие Мои друзья Они Цветут Весь сезон Для того Чтобы завязать Как можно Больше Семян Поэтому Когда Создают Обильные Цветники Чтобы Цвело Все Лето Это Конечно Нагрузка Ложится К сожалению Только На Однолетники Многолетние Растения Которые В саду Они Будут Создавать Фон Для Цветущих Однолетников Там Хвост Со Своими Красивыми Расписными Листьями И Фактурными Даже Если Они Зеленые И так Далее Но Об этом Мы еще Будем Говорить И Еще Сажать Сорта С разными Сроками Цветения Даже Те же Хосты Которые Я упомянула Одни Из них Цветут Весной Вторые Летом А третий Как например Хоста Подорожниковая С ароматными Белыми Цветами Она Зацветает В конце Августа Начале Сентября И может Цвести До самых Морозов Пока Морозы Не прибьют Поэтому Если Знать Когда Какой Растение Цветет За счет Сортового Разнообразия Тоже Можно Создать Цветники С разными Сроками Цветения Но Начали За здравие Окончили За упокой Я всегда Когда начинаю Говорить Мысли Перескакивают Но Все что Сказано Хоть и не По поводу Молочаев Оно Безусловно Вам будет Полезно В саду Когда вы Будете Создавать Свои Цветники И так Насчет Того Что Молочаев Умеет Цвести В разные Сроки Это Вы уже С годами Вы же Начинающий Садовод Допустим У вас Создается Приличная Коллекция Этих Растений И вы Сами Увидите Когда Какой Сорт Цветет А если Вы покупаете Семена С надеждой Вырастить Это растение Потом У себя В саду Сразу Обращайте Внимание Не только На высоту Как я Говорил Но и На его Сроки Цветения Таким Образом Уже Покупая Семена Вы можете Подготовить Себе Растение Которое Будет Одно Цвести Например Весной Второе Летом Третьей Осенью Так что Вот таким Образом Вы всегда Будете Видеть Перед глазами Очень красиво Цветущий Молочай Но даже Если он У вас Не зацвел Дорогие Мои Друзья Разнообразие Оттенков Листьев Этого Растения Она просто Вдохновляет Это может Быть Желто Салатовые Какие-то Оттенки Это может Быть Брутально Зеленый С каким-то Даже Синеватым Отливом Может быть Зелень С серебром Это я вам Говорю о том Если оно Это монозеленое Растение Но то что У него Сейчас Выведено Огромное Количество Пестролистных Вот Которые Сами по себе Являются Украшением Без всяких Соцветий Вы это Конечно Увидите Я вам Приготовила Небольшие Подборочки Картинок На эту тему Поскольку В феврале Никакой Демонстрации Нет и быть Не может А вам Надо уже Готовиться К подбору Ваших Растений Воспользуемся Тем Что нам Бог Послал А послал Три папки Небольшие Картинок Которые Я ставлю В свое Видео И вы Хотя бы Будете иметь Какое-то Визуальное Подтверждение Того Что это Растение Не то Что Прекрасно Оно Выше Всяческих Похвал Покупая Дорогие Мои Друзья Семена Или Так Сказать Растения Вы Напоминаю Должны Знать О том Является Однолетним Двулетним Или Собственно Горем Многолетним Вечно Зеленым Не Вечно Зеленым Почему Об этом Я говорю Дело В том Что Сортовое Разнообразие Огромно Целевое Назначение Молоча Тоже Весьма И весьма Приличное Почему Я об этом Говорю Потому Что Молоча Мертолистный Вот Вам Может Сретиться Семена Что Это Будет За Растение Как Оно Будет Выглядеть Оно Очень На Отчитки Которые Мы Привыкли И Является Прекрасным Дополнением К Альпийским Горкам Или Прекрасное Растение Для Создания Ковриков Вокруг Дорожки Это Растение Относится К категории Вечно Зеленых Оно В своем Состоянии Таком Сочном Уходит В зимнюю Спячку Весной Просыпается Набирает Силы Это Многолетнее Растение Которое Листья Не Сбрасывает Это Один из Вариантов Низкорослого Молоча Который Порадует Вас В любое Время Года Есть Прекрасные Молоча Так называемые Молоча Гриффита Чем они Отличаются Мало того Что у них Очень красивая Серо-зеленая Листва С розовой Прожилкой По центру То есть Когда растение Не цветет Это его Ничуть Не портит Потому что У него Очень Фактурная Листва Но Дело В том Что он Еще Чем Отличается У него Буквально Огненный Темперамент Когда он Зацветает Осенью Когда уже Практически Все краски Размыты И там В основном Усествует Только Зайчая Капуста Которая К осени Набирает Свои Соцветия Ей В пару Невероятно Подойдет Молоча Гриффита Он Цветет Достаточно Сочно От Ярко-малиновых Тонов До Огненно-красных Вот эти Прецветники И Такое Изобилие Что растение Действительно Очень фактурно Выглядит Поэтому Для себя Помечайте Дорогие Мои Друзья Что Молоча Гриффита Это Великолепнейшее Приобретение Для вашего Сада Особенно Для Осеннего Цветения Когда Немногие Растения Могут Этим Похвастаться Вот у нас Обычно Многолетние Астры Вот эти Так называемые Наши Сентебринки Хризантемы Осень Нам Скрашивают Розы Конечно Которые Еще В этот Момент Цветут Вот Молоча Гриффита Который Мы Говорим Так что Там Есть Такие Базовые Растения Для Осеннего Цветения Для Радости Для Глаза Но Однако Дорогие Мои Друзья Это Надо Знать Итак Мы Сейчас Познакомились С Молочаем Мертолистным И Молочаем Гриффита Так что Теперь Вы Дело в том Что Я вам Говорила Что Молочек Гриффита Цветет Осенью Но Дорогие Мои Друзья Помните Пожалуйста Что Под Названием Молочек Гриффита Выступает Это Так Семейство Внутри Этого Семейства Могут Еще Возникать Разные Сорта Это Как Говорится Это Наш Род Это Когда Мы Говорим Молочек Гриффита А там Могут Быть Растения Очень Похожи Друг На Друга Но При Этом Они Будут Все Иметь Указание На Это Семейство И В зависимости От сорта Внутри Этого Семейства Они Могут Цветить И Весной И Летом И Осенью Но Многие Из них Начиная Зацветать Весной И До Осени Сохраняют Декоративность Свою И Всегда Украшают Сад Это Дорогие Мои Друзья Достаточно Важно Поскольку Все Таки Надо Разбираться С тем Растением Которое Вы Покупаете И Теперь Вы Поймете Что Если Там Написано Молочай Грифита Вы Можете Ожидать Что Это Растение Будет Очень Красиво Украшать Ваш Сад И Оно Является Многолетним Еще Одна Подгруппа Молочаем Называется Достаточно Кучеряво Молочай Хараци Ас Он Родом Из Гималаев И Селекционеры Внутри Этого Семейства Совершили Просто Прорывы Чудеса Именно Эта Группа Молочаев Отличается Вообще Невероятным Количеством Сортов Совершенно Экзотической Внешностью Там Огромное Количество Пестролистных Растений Напоминаю Что Картинки Вам Если вы потом Заинтересуетесь Этим Растением В интернете Вы еще Глубже Копнете Информацию О нем Посмотрите Дополнительно На картинки То есть Уже Научно Подойдете К подбору Сортов Будете Знать Что вы Ищете И где Его Добыть Поэтому Это Не случайные Рассказы Во первых Вам может быть На ум не приходило Дорогие мои Друзья Что такое Растение Вообще Существует На белом Свете А может быть Глядя На невзрачные Его разновидности Например Такие Как Молоча Отогнутые Которые Ничуть Не отличаются В принципе От своего Дикорастущего Собрата Вы им Пренебрегали Так вот Я вам могу Сказать Что это Семейство Настолько Экзотично И разнообразно Что ему Просто Нужно Отделить Приличную Часть Вашего Огорода И Наслаждаться Его красотой Единственное Сразу Сноска Дорогие Мои Друзья Отседшие Шапки Вашего Молоча Рекомендую Сразу Удалять Не давая Ему Возможности Рассеять Семена Почему Я об этом Говорю Красота Хороша Тогда Когда Она Солирует Но Когда Она Захватывает Весел Корот Она Превращается Уже Не в Красоту А Соответственно В сорняки Молоча Отличается Тем Что Ему По силам Освоить Большие Территории Поэтому Когда Вы Видите Что Ваша Шапочка Вас Уже Порадовала Но Готова Сейчас Вот Засохнуть Лучше Ее Самостоятельно Срежьте Иначе Молочай Сделает Вам Такую Слугу Что Ваша Тяпка Прирастет К вашим Рукам К сожалению Есть Такой Маленький Нюанс Который Нужно Знать В моем Блокноте Я всегда Записываю То Что Мне Хочется Приобрести То Что Когда Приобреталось Чтобы Ничего Не забывать В сортах Я Вам Сейчас Зачитаю Те сорта Которые Понравились Мне Но Вы Потом Быть Может Тоже Соблазнитесь И Это Дело Приобретете Вот Что Первое Мне Написано Значит Мне Хотелось Молочай С Ярко Красными Цветами Вот И Мы Уже Говорили Замолочай Гриффита Но Дело В том Что У него Есть Сорта Мне Хотелось Чтобы Они Зацвели Весной И Вот Есть Такой Молочай Гриффита Fire Glow Я Невеликий Знаток Английского Языка Поэтому Возможно Мое Произношение Будет Выглядеть Странно Но Кто Ищет Тот Найдет То Я Его Понимаю Как Fire Glow Он Цветет Очень Ярко Зацветает В мае Вот Имеет Очень Огненный Сочный Характер Напоминаю Что У Молочай Гриффита Могут Быть Растения Которые Зацветают Не в мае А весной Но Fire Glow Цветет Именно Дорогие Мои Друзья Вот Это Дает Яркое Сочное Майское Цветение Что Еще Мне Тут Важно В записничке По поводу Сортов Дело В том Что Есть Еще Такой Сорт Называется У нас Есть Еще Молочай Четырехцветный Вам И такое Может Попасться Сорт Пурпуреа Изумительное Растение Во многих Отношениях Во-первых Оно Очень Заметное Во-вторых У него Желтовато Салатовые Цвети Вот Эти Казалось бы Ну Что Там Интересно Зато Листва Это Нечто У нее Всегда Такой Свекольно Вишневый Налет Поэтому Растение Кажется Краснолистным На его Фоне Вот эти Соцветия Салатовенькие Выглядят Достаточно Интересно Поэтому Даже Если Соцветий Нет Внешняя Фактура Листьев И ее Такой Сочный Цвет Это Действительно Достойно Того Чтобы Собственно Говоря Этим Восхищаться Ну И Последний Достаточно Часто Появляющийся Даже на рынках Вид Молочая К сожалению Не все знают Что он Однолетний Покупает Как Многолетник Это Называется Молочай Каймленный Дорогие Мои Друзья Я вам Давала Картинки Вот Они проходят Через все Видео Посмотрите Я их Подписала Если вы Увидели Молочай Каймленный Особенно Известный Сорт Который По-английски Я просто Не произнесу А по-русски В переводе Он называется Снег на горе Вот Это самый такой Ходовой Сорт Молочая Вы Помните Пожалуйста Что вы Эту красоту Покупаете Всего на Один сезон И когда Этот сезон Пройдет Весной Вы уже Не ждите Своё растение Оно погибло Потому что Цикл жизни Его однолетний И тут Дорогие мои Друзья Надо хоть Чуть Ориентироваться В этом семействе Потому что Недобросовестные Продавцы Вам будут Рассказывать Что эта красота У вас будет Охо-хо Лет 20 К сожалению Жизнь Короткая Это просто Однолетнее Растение Но оно Создает Невероятную Красоту Посаженную На ваш Участок Мало того Что она Те невыносливая Так оно Еще может Высветлять Темные Участки Вашего Сада И Это его Неоценимая Служба Для вас И для Вашего Сада Дорогие Мои А также В зависимости От своего Характера Настолько Нуждаются В разном Что вам Проще Запастись По поводу Этого сорта Информации На пакетике Или питомнике Где вы берете Это растение Почему я вам Об этом говорю Есть растения Которые Прекрасно Выдерживают Тень И могут Использоваться Как почвопокровные В теневых Участках Где практически Мало Какие растения Выдерживают Так вот Молочай Мендалевидный Невероятным Образом Подходит Именно Для этого Я вам Только что Говорила Про Молочай Окаемленный Который Тоже Вполне Может Составить Ему Пару Не совсем Глубочайшей Тени Но тем Не менее Он тоже Достаточно Стойкий К тени Есть растения Которые Имеют Гигантские Размеры И нуждаются В том Чтобы их Связывали Или создавали Круговую Опору Для того Чтобы Этот Куст имел Фундаментальный Вид Поскольку Он не может Себя Держать Он иногда Разваливается Поэтому Вся красота Распадается Практически В уровень Земли А в центре Пустота И это Тоже Надо знать Одни Растения Предпочитают Например Совсем Неудобную Землю Так называемую Каменистую Почти с песком А другие Любят Жирную И тучную Обо всем Это Написано На Упаковках И даже Теперь в разговоре С продавцом Вы точно Знаете На что Вам Обращать Внимание Три вещи Которые Вас Должны Всегда Интересовать Высота Вашего Растения Так Время Цветения Если Вы его Ждете Вам Это Необходимо Условия Условия Произрастания Теневыносливая Средневыносливая Средневыносливая И так далее Это законные вопросы Каждого покупателя Когда он покупает Растительность Дорогие мои друзья Растения Надо знать В лицо А то что Если вы Озаботитесь Молочаем Вы от него Получите удовольствие Это я вам Точно Гарантирую Оно Невероятно Дорогие мои друзья Красиво В своем Сортовом Проявлении Оно совершенно Неприхотливо Надо обзнать Просто Особенности Вашего сорта Один раз Попробуйте И вы потом Это растение Будете очень любить Но еще Один маленький Нюанс Который маленьким Не назовешь Дорогие мои друзья Это растение Ядовито Оно ядовито До такой степени Что детям Лучше Возле него Не ходить Поэтому Это растение Для сада Где уже Так сказать Люди Взрослые Отдыхают Ничего не ломают В млечный сок Не залазят И не пытаются Его лизнуть На язык Поэтому Вот такая вот Есть особенность Но ее тоже Надо знать Потому что Своих друзей Врагов Надо знать Почему я сейчас Молодчай Называю врагом С точки зрения Декоративности Он невероятно Хорош Но дети Это такая Неугомонная Братья Что лучше Иметь это ввиду С вами была Елена Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры